Привет, друзья! Меня зовут Игорь Мороз, я автор канала Мороз Лайв. Мне 34 года, из которых 15 лет я прожил в городе Харьков, и еще 15 лет я прожил в Харьковской области. Этот город для меня очень дорог, для меня дорога моя страна, моя Украина. Поэтому хочу сегодня высказать свое мнение по поводу происходящего, по поводу происходящей войны, будем говорить своими словами, то есть никакие там спецоперации от российской стороны, это в реальности война, в которой, к сожалению, сейчас находятся мои родственники, родители, друзья, и в которой погибают, к сожалению, мирные жители. Кто не в курсе, в 2019 году мы уехали в Чехию, уехали по рабочей карте, получили ВНЖ, чуть позже забрали ребенка, и уже здесь, в Чехии, находимся четвертый год. Кто с нами с самого начала, тот в курсе, как мы уехали, почему мы уехали и так дальше. В принципе, это все говорилось на нашем канале, но в последнее время очень много начали мы получать информации и сообщений, десятки сообщений, что мы такие всякие, сидим здесь в Чехии, ни хрена не делаем, лучше бы ехали в Украину, воевали и так дальше. Не знаю, кто это. Русские наши, мне, честно, похер вообще, блядь, насрать, и я хочу сказать следующее. Первое. Мы здесь не сидим, мы здесь не отсиживаемся, мы здесь работаем, мы здесь живем. Это первое. Второе. Я не собираюсь ни перед кем отчитываться и рассказывать, что я делаю для украинской армии, что я делаю для своих родных, что я делаю для своих близких, знакомых, друзей и вообще в целом. Это вас не касается. Следите лучше за собой. Третье. Все, кто не разделяет нашего мнения, всем, кому что-то не нравится, особенно те люди, которые пишут такую херню, идите вслед за русским кораблем. Кто не в курсе, что такое идти вслед за русским кораблем, пожалуйста, смотрим. Корабль. Вот там в мире. Я русский военный корабль. Предлагаю положить оружие и сзади по излежанию кровопролития и мемброводных жертв. Противно в пути по вам будет пронесен бомбово-хромовой удар. Как будет ли меня прием? Четвертое. Мы находимся в свободной стране, в которой можно спокойно говорить, спокойно выражать свои мысли, в которой можно озвучивать все, что ты думаешь. И я вижу то, как люди из чужой страны переживают за Украину, переживают за все, что происходит там, показывают все, как есть на самом деле. Они несут какую-то хрень, не выдерживают какие-то позиции, типа моя хата с краю, я там не касаюсь. Они все понимают прекрасно, если сейчас Украина проиграет войну, то им просто будет жопа. Жопа всей Европе. Поэтому сейчас вся Европа, весь мир просто стоит стеной и горой за Украину. И это все подтверждается не просто словами, а действиями. Уже скоро, я уверен, Украина будет в Евросоюзе. И тогда будет вообще уже другая песня. По всей Чехии, по всей Европе проходят митинги, сборы, миллиарды крон, миллиарды евро, помощь, гуманитарка любого вида. Создаются сайты, создаются специальные поезда. Все реально это работает. И вот сейчас я хочу вам показать сайт, который создало чешское правительство. Называется Наши Украинцы ЦЗ. На котором можно увидеть, как это все работает. И здесь все показано, как на чешском, так и на украинском языке. Если вы предлагаете помощь, жилье, генические нужды и водоправа, то есть доезд от границы Польши, Чехии и так дальше, пожалуйста, это здесь. Если вы из Украины и вам нужна помощь, просто зашли сюда. А таких сейчас очень много людей. Таких сейчас много женщин, девушек, детей. Заходим сюда. Ребята, это проверенная на миллион процентов информация. Заходим. И здесь есть у вас ссылочка, вторая, на информацию для граждан Украины в Чехии в связи с конфликтом в Украине. На украинской мове. Зайшли и дивимся. Выбираем все варианты, которые необходимы для вас. Если у вас есть семья или певный опыт в Чехии, то это вариант. Я не имею певный опыт в Чехии, это вариант. Телефон и где говорят украинской мовы. Вас понимают. Не нужно бояться. Эта информация по тем визам, кто остался сейчас в Чехии. Темчасовое перебывание, короткостроковая виза, безвизовый режим. Ребята, не задаем сейчас тупые вопросы. У меня безвиз, меня пустят или так дальше. Пустят, ребят, пустят. Вам важно добраться до границы. Важно пересечь эту границу. Много очень там автобусов, много поездов. Все это ходит. Я просто тоже физически не могу все знать. Я также, как и вы, пользуюсь этими сайтами, захожу, изучаю и передаю всю информацию. И в нашу группу в Телеграме. И даю очень много ссылок в Инстаграме. Поэтому, кто еще не подписался на наш Инстаграм, подписываемся. И смотрим там тоже всю актуальную информацию. Видео, ссылки и так дальше. Поэтому берем и пользуемся этим сайтом. Опять же, под этим видео будет ссылочка. Дальше. Тут уже есть ответы на все вопросы. Анкеты про специальную долгостроковую визу. Ребята, это специальная виза. Она будет выдаваться на год. Опять же, не путать с беженством. Это чуть-чуть разные вещи. Беженство это вообще отдельная статья. Выдача специальной визы это другая статья. То есть, эта виза выдается максимум до одного года. Опять же, по этой визе можно работать или нельзя работать? Можно работать. Опять же, находим работодателя, уряд працы. Все это открыто. Сейчас для украинцев. Поэтому вообще проблем никаких. Просто внимательно почитать. Я понимаю, что не хочется читать. Я понимаю, что лень читать. Но сейчас не то время. Сейчас в реальности нужно просто пользоваться этими всеми моментами. Это все работает. И вот здесь вы сейчас видите популярные вопросы и ответы. Здесь все расписано. По всем видам виз. И у кого, если есть ВНЖ, заканчивается рабочая карта. Это обычные стандартные условия. С вас это не касается. Кто приехал и куда обратиться. Сразу в полицию. Обязательно, опять же, не забывайте. Кто приехал по безвизу. И кто приехал просто пересек. Может быть, с рабочими документами. И это возможно. То есть, к примеру, если вы ехали, грубо говоря, на нашу аву, с которой мы сотрудничаем. И у вас на руках есть документы. То есть, вы держите в руках пакет документов, которые получили. И не успели подать в визовом центре, потому что они закрыты. То с этими документами нужно пересечь границу. Постараться, конечно, пересечь границу. Для женщин, в принципе, это не проблема. Главное добраться до границы. Я понимаю, что сейчас это очень тяжело. Под обстрелами, под взрывами. Это очень опасно. Но если кто хочет и кто может это сделать. То находится и живет рядом возле границы. То может спокойно с этими документами прийти. Набрать, опять же, куратора. Если у кого нет номера контакта куратора, пишем мне в Telegram, Viber. Я обязательно дам контакты. И связываемся уже и приезжаем сюда, в Чехию. По этим документам это легальная рабочая трехмесячная виза, по которой можете приехать здесь и сделать уже специальную визу. Это все работает. Также здесь, ребята, все контакты, которые вас будут интересовать. И по поводу медицинской страховки обязательно. Есть вопрос, чем вы в господи, в новоматомедичную страховку. Кто приехал по безвизу, либо по визе, которая, так сказать, с документами. Да, обязательно это нужно. До получения специальной долгосрочной визы нужно иметь эту страховку. Потому что, когда вы сделаете себе эту визу, то вы автоматически получаете страхование государственное, ВЗП. То есть, такие зеленые карточки, которые я рассказывал и показывал ранее. Поэтому, друзья, пожалуйста, не ленитесь, заходите на этот сайт, смотрите всю эту информацию. Тут все рассказано вообще про разрешение на работу, что должны делать и так далее. И от меня лично, друзья, отдельная просьба к тем, кто сюда приезжает. Пожалуйста, ведите себя корректно, ведите себя нормально. Не нужно буянить, не нужно требовать, что вы тут приехали, вам весь мир обязан. Нет, ребят, вам помогают. Пользуйтесь, конечно, этим. В Чехии сделали бесплатный проезд во всем транспорте. И поезда со Львова в Чехию, и поезда через Венгрию, с Чопа, через Словакию. Все это тоже бесплатно. Только покажите украинский паспорт. Но, пожалуйста, ведите себя нормально. Потому что была информация, очень много людей приехали в Польшу. Начали там на кассах требовать алкоголь бесплатно, чтобы им давали. Там еще какие-то буянства происходили. Не позорьте, пожалуйста, нашу нацию. Мы сейчас в очень большом горе, и нам пытаются помочь весь мир. Ну, а сейчас хочу предоставить информацию для россиян, которые, я думаю, нас смотрят. Которые будут нам кидать камни в спину, втыкивать ножи. Которые будут говорить, что мы такие-сякие пи***сы и так дальше. Нацисты, еще там много-много-много. Ребята, против вас весь мир. Вам жопа в реальности. И вот вам подтверждение от нашего президента. 2 марта 2022 год. Смотрим. За этот год мы объединяли Европу. Мы объединяли страны Европейского Союза уже на новом уровне, в высшем, чем формальный, в высшем, чем международный, на уровне обычных людей, миллионов, миллионов европейцев. От Атлантики до передместя Харкова, где продолжаются жорсткие бои. Когда Европарламент, стоящий вчера, аплодировал нам, он аплодировал каждого из нас в нашей борьбе. Это было оценкой наших с вами усилий, нашего объединения за 6 дней войны, как 30 лет. Поэтому Евросоюз и отвечает нам так. Мы начали специальную, прискорную процедуру объединения. Наши дипломаты и наши друзья объединяют мир за ради Украины. И мира еще больше. Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олігархов, посадовцев, против самой государства и компании. Еще раз. Нейтральная Швейцария. То чего тогда ждут некоторые другие страны? До нашей антивоенной коалиции присоединились уже и те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это надзвичайный результат. Сейчас не можно оставаться нейтральным. А какой подсумок для России? Прапор этой страны больше не увидят на спортивных турнирах. Сучасная святая культура будет для них теперь закрыта. Российские товары прибирают с полицей магазинов по всему своду. Российские банки отключают от глобальной системы. Российские граждане втрачают заощаджение. Втрачают любые перспективы. Российские матери втрачают детей в абсолютно чужой для них стране. Вдумайтесь у это число. Майже 6 тысяч загиблих россиян. Российских военно-вторых. За 6 дней войны это без подрахунков втрат ворога за минулую ночь. 6 тысяч. Чтобы отримать что? Отримать Украину? Это невозможно. Это не сменить ракетами, не сменить бомбами, танками, будь-якими ударами. Мы на своей родной земле и за вину против нас будет международный трибунал для них. Я надеюсь вам все понятно. Я понимаю, что у вас свой мирок, вы там в нем тусуетесь, у вас там своя информация. Но посмотрите, пожалуйста, как ваших ребят, ваших детей просто уничтожают здесь, в Украине наш народ. Некоторые даже голыми руками. Потому что ваше правительство вас просто тупо обманывает. Вы ни хрена с ним не можете сделать уже на протяжении 20 лет. У вас уже прозомбировано все, что только можно прозомбировать. Поэтому пора уже просыпаться. Я сейчас не беру всех россиян под одну копирку. Те, которые выехали и успели уже выехать, они понимают, что на самом деле происходит. Те, кто уехали от этого диктаторского режима, от этого путинского прессинга, они живут здесь в Европе. Но их здесь начинают травить очень жестко. И в школах, и в институтах, и в магазинах. И все, кто слышит, что ты из России, просто отворачиваются, отказываются обслуживать и так далее. Путин рано или поздно сдохнет. Но вы останетесь жить. И вам с этим жить. Вы останетесь в своей консервной банке. Вы никуда не выйдете. Вы останетесь ни с чем. А многие останутся еще без своих детей. Я не собираюсь никого ни к чему призывать. Выбор есть у каждого свой. Думайте своей головой. Но, конечно, вы можете меня проклинать. Я к этому готов. Поэтому всех буду слать вслед за русским кораблем. У меня, в принципе, на этом все. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока. А, и чуть не забыл. Слава Украине! Слава Украине!